приветствую на канале друзья с вами белогор значит сегодня хочу зачитать книгу захаря ситчина под названием боги армагеддона это будет вторая часть первая часть уже была зачитана мной ссылка на нее будет в описании дело в том что или в правом верхнем углу экрана книга очень большая очень интересная поэтому продолжим ее рассматривать друзья хочу посоветовать вам канал глобальный вопрос на канале вы найдете множество видео по конспирологии а также загадок истории и древних текстов автор канала часто разбирает древние фотографии на предмет несоответствия истории подписывайтесь на канал ссылка будет в описании и закрепленном комментарии под видео глава 4 боги и полубоги решение мордука поселиться поблизости от спорных земель и вовлечь своего сына в борьбу за сердца людей послужило причиной того что клан энлили вернул свою столицу шумера в город ур культовый центр нанны в этом качестве город выступал в третий раз за свою историю отсюда и название периода три династии ура перенос столицы связал дела соперничавших богов с библейской историей об аврааме и его роли в этих событиях и эти запутанные взаимоотношения навсегда изменили религию среди многих причин по которым выбор клана энлиля полна на ну или син было то обстоятельство что противостояние мордуку перестала быть делом одних богов и превратилась в борьбу за умы среди людей тех самых землян которых создали боги из которых теперь состояли армии сражавшиеся от имени своих создателей хочу отступиться немножко сказать что по шумерской концепции якобы землян создали боги но с этим я крайним образом не согласен потому что история людей очень очень древние и их не создали боги вот эти сами боги и сами являются какими-то продвинутыми людьми вот чем дело может быть отдельные расы какие-нибудь они создали это не исключено на основе какой-то генной инженерии возможно изменили каким образом днк но сама структура гуманоидная структура человека она очень древняя в отличие от членов клана энлиля наносин не участвовал в войнах богов выбор именно его был сигналом всем людям даже в мятежных землях что при его владычестве наступит эра мира и процветания на на и его супруга нингаль пользовались огромной любовью в шумере а город ур был богатым и благополучным само его название которое можно было привести как обжитое место предполагала не просто город а жемчужину среди городов древности храм наносина в уре представлял собой высокий зиккурат поднимающиеся к небу семью ступенями и располагался на огороженные священные территории вместе с разнообразными строениями где жили и сами боги а также многочисленные жрицы и чиновники и слуги которые удовлетворяли все нужды божественные четы и следили за соблюдением религиозных обрядов царем и простыми людьми за стенами раскинулся большой и величественный город с двумя пристанями и каналами связывающими его с рекой ефрат царским дворцом административными зданиями в том числе для писцов которые вели хроники для сборщиков налогов многоэтажными жилыми домами с мастерскими школами складами конюшнями все эти простройки образовывали широкие улицы на пересечении которых были построены свящилища где могли молиться и путешественники давно разрушенный грандиозный зиккурат с исполинскими ступенями и сегодня по прошествии 4000 лет возвышается над окрестным ландшафт но существовала еще одна веская причина в отличие от соперничающих ненурта и мордука которые были эмигрантами с нибиру на на или син родился на земле он был не только первенцем энлили на земле но и первым из поколения богов родившихся на нашей планете его дети близнецы туша маш и и на на и штар а также их сестра и решки галь принадлежавшие к третьему поколению богов родились на свет уже на земле они были богами но в то же время были землянами вне всякого сомнения этот факт учитывался в преддверии борьбы за умы и сердца людей кроме того был выбран новый правитель признанный возродить царство в шумере и за его пределами и штар лишили свободы действий в этом отношении которую возможно она сама себе присвоила богиня уже выбирала саргона аккадского в качестве основателя новой династии поскольку он устраивал ее как любовник новый царь по имени ур нами что переводится как радость ура кандидатура которого тщательно выбиралась энлили и получила одобрение а ну отличался от простых смертных он был любимым сыном богини нинцун которая как помнит читатель была также матерью гильгамеша божественная генеалогия подтверждается многочисленными записями времен правления урнаму сделанными в присутствии на на и других богов что придает достоверность этому утверждению это значит что урнаму и гильгамеш были на две трети богами и действительно утверждение что матерь урнаму была богиня я инсун ставила царя на один уровень с гильгамеша подвиги которого были хорошо известны а имя пользовалась уважением то есть выбор царя стал сигналом как друзьям так и врагам что славные дни неоспоримого первенства энлиля и его клана остались прошлом ну короче начинается игра престолов здесь все это играло важную роль возможно даже ключевую роль поскольку у мартука были свои средства привлечения на свою сторону больших масс людей жители земли должно было привлечь то обстоятельство что помощником мартука и его главным союзником был сын набу который не только родился на земле но и родился от земной женщины давным-давно еще во времена великого потопа мардук нарушил традиции запреты и сделал женщину из числа землян своей официальной супругой тот факт что молодые анунаки брали в жены земных женщин не должен вызывать удивление потому что об этом свидетельствует сама библия но даже многие ученые не знают что эта информация содержится и в малоизвестных текстах ее можно проверить по длинным списком богов что именно мардук подал пример для сынов божьих когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери тогда сыны божии увидели дочерей человеческих что они красивые и брали их себе в жены кто какую избрал книга бытия предполагаемая библии объяснение причин всемирного потопа первых восьми загадочных строках главы 6 книги бытия явно указывает на то что божественный гнев был вызван именно этими браками в результате которых рождались полубоги в то время были на земле исполины особенно же с того времени как сыны божии стали входить к дочерям человеческим и они стали рожать им мои читатели наверное помнят что еще в школе я удивлялся почему термин неферим который в буквальном переводе с древнееврейского означает те кто спустились то есть те кто сошел с неба на землю обычно переводится как исполины ну от себя хочу добавить потому что и те кто спустились и исполины это одно и потому что те кто спустились были исполинами потому что они были очень высокого роста эти боги так называемые анунаки и гораздо позже я понял что древнее еврейское слово исполин или она ким в действительности представляла собой вариант шумерского термина анунаки библия прямо указывает на неравные браки брали их себе в жены между молодыми сыновьями божьими сыновья элоим которых называли нефилим и земными женщинами дочерьми человеческими как на причину потопа который должен был уничтожить человечество не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками потому что они плоть и раскаялся господь что создал человека на земле и воскорбил в сердце своем и сказал господь истрюблю с лица земли человека в которых я сотворил в шумерских и акадских текстах рассказывающих история всемирном потопе в драматические события вовлечены два бога энлиль желавший уничтожить человечество при помощи потопа и энки который решил не допускать этого и рассказал мою как построить ковчег если мы начнем анализировать детали выяснится что гнев энлиля и противодействие энки это не просто дело принципа дело в том что именно энки первым вступил связь с земными женщинами от которых у него родились дети а сын энки мордук пошел еще дальше первым заключив земной женщиной законный брак к тому времени когда миссия аннунаков на земле была полностью развернута их число на планете доходило до 600 кроме того 300 представителей нибиру которых звали и гиги что переводится как те кто наблюдает и видит работали на промежуточных планетарных станциях и на космических челноках курсировавших между двумя планетами мы знаем что в месте с ним мах главой медицинской службы аннунаков на землю прибыли женщины медсестры неизвестно сколько их было а также были ли среди аннунаков другие женщины но совершенно очевидно что их насчитывалось на самом деле немало эта ситуация требовала строгих правил касающихся сексуального поведения а также контроля со стороны старейшин и по свидетельству одному из текстов энлиль и нинмах взяли на себя роль свах решая кто и с кем должен вступать в брак энлиль который был приверженцем строгой дисциплины сам стал жертвой недостатка женщин и вступил связь с юной медсестрой за этот поступок даже его руководителя миссии на земле отправили в ссылку наказание было отменено когда он согласился жениться на суд и сделать ее официальной супругой она оставалась его единственной женой до самого конца в отличие от энлиля энки в многочисленных текстах описывается как дамский угодник заводивший интрижки с богинями всех возрастов причем все это сходило ему с рук более того после появления дочерей человеческих он вступал в любовные связи с ними шумерские тексты рассказывают о наделенном мудростью адапия который вырос в доме энки был обучен самим энки письму и математике и стал первым из землян кто посетил а ну на планете нибиру в текстах также указывается что адапа был незаконно рожденным сыном энки матерью которого была земная женщина из апокрифа в библии мы узнаем что после рождения ноя главного героя библейской истории о великом потопе его отец ламех встревожился из-за внешности ребенка и пожелал узнать кто настоящий отец мальчика был ли отцом он или один из нефилимов в библии просто говорится о том что мой был человек праведный и непорочный и ходил перед богом шумерские тексты в которых главного героя мифа о потопе зовут зил судра описывают как полубога сына энки однажды мордук пожаловался матери что его товарищи женаты и только у него нет ни супруги ни детей он признался что полюбил дочь верховного жрица искусного музыканта есть основания полагать что этим человеком был избранный богами энмедуранки шумерский аналог еноха убедившись что юная девушка а ее звали сарпанит согласно родители мордука благословили этот брак у супругов родился сын которого назвали н сак что означает высокий господин в отличие от адапы который считался землянином хотя и был полубогом сын мордука включен в шумерский список богов где его называют божественный меш этот термин использовался для обозначения полубога например в имени гильга меш таким образом это был первый полубог который был признан богом позже когда он встал во главе армии людей сражавшиеся на стороне его отца он получил имя эпитет набу что значит представители или пророк именно так звучит буквальный перевод этого слова что соответствует библейскому термину набих который переводится как пророк то есть набу был богом сыном и сыном человеческим священных текстов древности и его имя означало пророк какие в приведенных выше египетских пророчествах его имя и роль были связаны с мессианскими ожиданиями таким образом во времена предшествовавшим великому потоку мордук подал пример другим молодыми неженатым богам взяв в жены земную женщину нарушение запрета больше всего привлекло и гига в которой основную часть времени проводили на марсе а их главной базой на земле было место приземления в кедровых горах воспользовавшись представившимся шансом возможно это было приглашать приглашение на свадьбу к мордуку они похитили земных женщин и женились на них вот как эти земные женщины у них что своих женщин не было хотя может быть были страшные в некоторых древних текстах получившись название апокрифических книга юбилеев книга еноха и книга ноя рассказывает о браках нефилимах что позволяет заполнить пробел около 200 стражей те кто наблюдают и видят разбились на 20 групп у каждой из которых был свой лидер руководил всем семья за вдохновителя преступления звали и к вон то есть увозивший всех сын их божиев и приводивший их на землю то есть это пилоты я так понимаю пилоты летательных аппаратов больших кораблей избивающих с пути истинного через дочерей человеческих это случилось как утверждается в этих источниках при жизни еноха несмотря на усилия втиснуть шумерские источники в которых рассказывалось о соперничестве между н лилем и м ки в монотеистические рамки веру в единого всемогущего бога составители библии в 6 главе книги бытия рассказывают действительное положение дел упоминая о детях родившихся в результате этих браков библия делает два признания во первых эти браки имели место в период предшествовавший великому потопу во вторых эти потомки были сильные издревле и славные люди шумерские тексты свидетельствуют что цари-герои времен после потопа были полубогами но это были не только потомки енки и его клана некоторые цари являлись силами богов из клана энлиля например шумерском царском списке прямо говорится о том что когда столица была перенесена в урок на земли энлиля царем был избран неми или полубог мешки гашар сын бога солнца у ту правил и как н и как царь у ту бог у ту или шамаш внук энлиля далее династия сопровождается знаменитым гильгамешем на две трети богом матерью которого была богиня нинсун а отцом землянин верховный жрец у рука в списке упоминается еще несколько правителей у рука и ура с титулом меш или мес в египте некоторые фараоны также заявляли о своем божественном происхождении многие многие правители 18 и 19 династии при вошедстве на трон брали себе имена с приставкой или суффиксом мос произносится как мес моего или мсет что означает отпрыск того или иного бога например яхмос или рамзес отпрыск бога ра кстати очень интересная информация нигде такого не слышал знаменитая царица хат шеп суд женщина присвоившая титул и полномочия фараона основывала свои права на престол принадлежностью к полу богам записи в ее огромном храме в д-р-эль-бахри утверждает что бог амон принял облик фараона вошел в спальню ее матери и сотворил там чудо среди ханаанских текстов есть рассказ о царе керети который был сыном бога элла интересный случай выбора царя из числа полубогов в эпоху героев в культовом центре не нурты лагаши надпись оставленная царем по имени энна тум на знаменитом памятнике стелла коршунов объясняет его статус полубога искусственным оплодотворением осуществленным не нуртой господином гирсу священной территории а также помощью богини штар и нинмах в данном случае называют именем эпитетом нинхур са господин нин гирсу воин энлиля семя энлиля для энна тума в утробу вел и нана на руки его взяла и анны и наны и болю подходящий именем назвал богиня нинсунак на правое колено посадила эта часть текста нинсунак свою правую грудь ему дала энна тум порожденный богом нин гирсу обрадовал выражение семя энлиля оставляет открытый нам вопрос о том считалось ли семя самого нинурты семенем и энлиля поскольку он был первенцем энлиля или для искусственного оплодотворения действительно использовалась семя самого энлиля что конечно сомлительно но совершенно очевидно что мать энна тума ее имя неразличимая на стеле подвергалась процедуре искусственного оплодотворения так что полубог был зачат без вступления в половую связь пример непрочного зачатия в шумере третьего тысячелетия до нашей эры возможно у них такое было на самом деле тот факт что боги знали об искусственном оплодотворении подтверждается египетскими текстами согласно которым после смерти осириса его убил и разрезал на куски сет бог тот извлек семя из-за его останков и оплодотворил им жену осириса исиду которая затем родила бога гора на рисунке иллюстрирующим этот миф изображен тот и богемия рождения держащие две спирали днк а также исида с новорожденным гором совершенно очевидно что и после великого потопа боги из клан энлиля вступали связь с земными женщинами считали что родившиеся в результате этих связей сильные издревние славные люди достойные царского трона так зарождались царские династии полубогов хочется отметить что и в современное время в мире правят какие-то династии не случайно ли это возможно это потомки вот этих вот богов так называемых потому что как мы уже знаем это ни для кого не секрет вся власть в мире принадлежит элите которая является друг другу родственниками одна из первейших задач урнаму заключалась в восстановлении морали и религиозности примером ему служил древний почитаемый царь был издан свод законов устанавливающий нормой морали и справедливости как утверждается в своде в соответствии с законами энлиля нанны и шамаша которые должны были следовать люди и которыми должен был править царь от их имени перечень предписаний и запретов определялся желанием урнаму остановить произвол и наказать взымателя быков взымателя овец и взымателя ослов чтобы сирота не был отдаляем во власть богатого вдова не было отдаваемого власть сильного человека в общем какие-то гуманистические законы в этом урнаму подражал иногда даже используя точно такие же формулировки шумерскому царю из лагаша по имени рука гина который за 300 лет до него ввел новый свод законов ставший основой реформ и юриспруденции общественной жизни и религии так например разведенным женщинам гарантировать защита и для них учреждались специальное убежище под покровительством богини бау супруги нинурты права женщин скажем так соблюдались в шумерском царстве следует также отметить что библейские пророки следующего тысячелетия требовали от царей и народа соблюдения точно таких же норм морали и справедливости таким образом при третьей династии ура предпринимались попытки вернуть шумер в эру славы процветания мира и высокой морали во времена предшествовавшие последнему столкновению с мордуком надписи памятники и архивы и археологические находки свидетельствуют что в правлении урнаму вступившего на престол в 2113 году до нашей эры проводились масштабные общественные работы было восстановлено судоходство на реках отремонтированы и взяты под защиту дороги в одной из надписей этого периода сообщается проложили дороги от нижних земель к верхних земли к верхним землям хочется отметить что возможно дороги были проложены не в прямом смысле а в переносном то есть возможно были цепочки сообщений между нижними землями и верхними землями из которых и прилетели эти анунаки вот что мне кажется более правдоподобным хотя всякое может быть эти меры привели к оживлению торговли расцветали искусство ремесла открылись школы появились новшества в экономике в том числе более точные меры длины и веса процветанию страны способствовали мирные договоры с правителями соседних земель на востоке и северо-востоке по чести великим богам особенно энлилю и нинлиль раздавались в восстановленных заново украшенных храмах и впервые за всю историю шумера жрецы ура объединились объединились со жрецами непура что привело к религиозному возрождению все ученые знают что во времена третьей династии ура начавшиеся с правления урнаму шумерская цивилизация достигла новых высот абсолютно во всех областях этот вывод лишь усилил удивление вызванные искусной шкатулкой найденной археологами археологами две инкрустированные панели на ее противоположных сторонах отображали разные стороны жизни древнего ура одна панель она получила название панель мира изображала праздники торговлю и другие мирные занятия тогда как на второй панели войны мы видим колонну войнах воинов в шлемах и с оружием в руках а также запряженные лошадьми колесницы направлявшиеся на войну внимательно изучение надписей этого периода позволило сделать вывод что хотя сам шумер процветал под управлением урнаму враждебность клану энлили со стороны мятежных земель нисколько не уменьшилась и даже усилилась ситуация явно требовала действий и как сообщает в одной из своих надписей урнаму энлиль вручил ему божественное оружие что во вражеских землях мятежников уничтожит с помощью которого он сокрушит чужие земли сокрушит дурные города очистит их от противников от противников высокого эти вражеские земли и дурные города находились к западу от шумера это были земли сторонников мордука из числа амариев а зло то есть враждебность по отношению к анлилю это раздувалось набу который путешествовал по городам агитируя за мордука с точки зрения клана энлиля он был угнетателем от которого следовало избавить жителей дурных городов ну то есть ситуация не меняется то есть одно государство решила избавить скажем так бывшую территорию этого же государства от скажем так инакомыслящих людей да и навязать им свою философию те кто ими правит были угнетатели вот и вся мораль есть веские основания полагать что на панели мира и панели войны изображен сам ур нам у в одном случае он пирует радуясь миру и процветанию в другом царская колесница ведет армию в бои в своих военных походах он пересекал границу шумера и вторгался вглубь западных земель однако ур нам у великие реформатора строитель и пастырь экономики оказался несостоятельным как полководец в разгар сражения его колесница застряла в грязи царь упал и был раздавлен колесами оставшись лежать как разбитый кувшин трагедия усугубилась тем что лодка на которой его тело везли в шумер утонула в неизвестном месте и великого царя не смогли даже похоронить когда печальные новости достигли ура охваченные скорбью люди отказывались поверить в случившиеся они не могли понять почему праведный пастырь который был справедлив с людьми и честен с богами встретил такую позорную смерть почему господин на на не держал урнаму за руку спрашивали они почему и на на госпожа небес не закрыла своей божественной рукой его голову почему дублесный утту не помог ему интересный момент люди негодовали на богов почему они не спасли своего царя скажем так который был скажем так лоялен к ним и был благочестивый да то есть это говорит о том что боги эти в самом деле существовали они абсолютно реальные существа были принципе им было на этих царей наверное по барабану скажем так шумеры верившие что было предначертано судьбой задавались вопросом почему боги отступились когда определилась печальная судьба урнаму вне всякого сомнения на на его дети близнецы у ту и шамаш и и на на и штар знали о решении а ну и энлиля но не вступились в защиту урнаму по мнению жителей ура и всего шумера могло существовать лишь одно правдоподобное объяснение великие боги нарушили свое слово как судьба героя переменилась а ну изменил своему священному слову энлиль вероломно нарушил свои обещания негодовали с богов скажем так люди да эти резкие слова обвиняющие великих богов из клана энлиля в обмане и двуличи передают всю глубину разочарования которые испытывали люди я думаю что это была какая-то подстава очередная то есть чтобы в глазах людей вызвать негодование по поводу вот этих богов со стороны скорее всего мордука который противоборствовал им и эти таковые были настроения в самом шумере можно представить реакцию на мятежных землях запада в войне за умы и сердца людей клан энлиля терпел поражение набу представитель расширил кампанию в поддержку своего отца мордука его собственное положение изменилось значительно упрочившись божественность набу теперь прославлялась множеством почитательных эпитетов в мятежных землях стали распространяться предсказания набу которые назывались набиха о грядущих событиях мы знаем что говорилось в этих пророчествах потому что археологи находили множество глиняных табличек с такими текстами написанные на старо-вавилонском клинописном шрифте они получили общее название аккадские пророчества или пророчество аккадского апокалипсиса общем для всех пророчеств является положение что прошлое настоящее будущее представляет собой разные части первоначального потока событий что в рамках предопределенного рока есть некоторое пространство для свободы воли и изменчивой судьбы что для человечества и судьба и рок определяются или провозглашаются богами неба и земли и поэтому события на земле отражают то что происходит на небесах чтобы придать пророчеством правдоподобие в древних текстах будущее события иногда связывались с известными событиями или личностями прошедших эпох затем рассказывалось о пророках настоящего и обосновывались необходимости перемен разворачивающиеся события приписывались решению принятому одним или несколькими великими богами провозглашалось что появится божественный посланник или вестник пророческий текст мог представлять собой его слова записанные писцом или ожидаемое заявление в некоторых случаях отец говорил устами сына предсказанные события связывались со знамениями смертью царя или небесными явлениями когда с ужасным звуком появлялась новое небесное тело с неба лился испепеляющий огонь звезда светила с высоты небес до горизонта словно факел и что самое примечательное накануне появлялась планета в текстах апокалипсиса описывалось многое последнему событию будет предшествовать череда бедствий катастроф среди них гибельные дожди огромные волны сметавшие все на своем пути засухи засоление оросительных каналов нашествие саранчи а также голод отец восстанет против сына сосед против соседа все земли погрузятся в пучину мятежей хаоса и катастроф города подвергнутся нападению и опустеют царей ждет смерть низвержение и плен один престол сменит другой чиновники и жрецы будут убиты храмы покинуты не будет ни религиозных обрядов ни жертвоприношений но затем настанет черед предсказываемого события это великие перемены новая эра которую принесет собой новый лидер или искупитель добро победить зло страдания сменится благоденствием вновь зателятся покинутые города рассеянные по земле люди вернутся в свои дома храмы будут восстановлены и верующие вернуться долгожданному исполнению религиозных обрядов не удивительно что вавилонские благоприятные для мордука пророчества указывали на злодеяния шумера и окада а также на их союзников такие как эламиты хеты и морские народы и называли жителей западных земель амуру орудием божественного гнева в пророчествах назывались ультовые центры клана энлили непур у рук ларса лагаж и адап хочется от себя добавить велась такая война за умы людей в средствах массовой информации точно такая же стратегия происходит и в современном мире за мнение людей борются то есть одних людей хотят выставить плохими других людей хотят выставить хорошими то есть людское мнение она управляема точно так же было и в то время делали специальные таблички с предсказаниями которые вставляли одних людей на других скажем так боги из клана энлиля будут пребывать в растерянности в лишении сна энлиль обратиться за помощью к анну но и проигнорируют его совет в некоторых текстах написано приказ издать указ мишару чтобы навести порядок энлиль и эштар и адат будут вынуждены сменить царство в шумере и аккаде священные ритуалы будут перенесены из непура в небесах созвездий овна появится великая планета слово мордука восторжествует он поднимет четвертый регион и вся земля задорожит при упоминании его имени после него будут править его сыновья в качестве царей и станут господинами всей земли в некоторых пророчествах говорится о судьбе конкретных богов появится царь предсказывает один из текстов связанных с эштар и выгонит богиню покровительницу у из урука и заставит ее жить в вавилонии установит ритуалы а ну в уроки и гиги тоже упоминаются отдельно будут восстановлены регулярное приношение богам и гигам которые были отменены гласит одно из пророчеств понятно но это какая-то предвыборная кампания скажем так будет у нас то это вот тех и тех мы скажем так накажем как и в случае с египетскими орала оракулами большинство ученых считают аккадские пророчества псевдо пророчествами написанными гораздо позже предсказанных событий однако я как и в случае с египетскими текстами утверждать что события не были предсказаны потому что они действительно произошли это значит подтвердить реальность этих событий независимо от того были ли они ли они предсказаны или нет и это для нас самое главное это значит что пророчества действительно забылись в таком случае сам устрашающим можно считать следующее предсказание текст известный как пророчество в ужасное оружие эры на земле и людей обрушиться в гневе и действительно это леденящая душу пророчества поскольку еще до конца 21 века до нашей эры был произнесен приговор землям и людям когда бог эра что переводится как уничтожающий применил ядерное оружие что привело к катастрофе и испепелению всей земли глава 5 обратный отсчет перед судным днем катастрофический 21 век до нашей эры начался с трагической и безвременной смерти урнаму в 2096 году до нашей эры кульминации его стало беспрецедентное бедствие в 2024 году до нашей эры которое было делом рук самих богов временный интервал между ними составлял 72 года что в точности соответствует прецессионному сдвигу в 1 градус и если считать это простым совпадением тогда это было одной из целей серии совпадений которыми кто-то умело управлял после трагической смерти урнаму трон ура занял его сын шульги он не мог похвастаться статусом полубога но утверждал что в своих но утверждал в своих надписях что его рождению покровительствовали боги сама нанна устроила так чтобы он был зачат святилище энлиля в непуре от связи верховной жрицы энлиля чтобы был зачат ребенок достойный престола и трона к этому заявлению следует отнестись со всей серьезностью сам урнаму как отмечалось выше был на две трети богом нам неизвестно имя верховной жрицы матери шульги но ее статус указывают на то что она имела божественное происхождение дочь царя избранная для роли энту а цари ура начиная с первой династии вели свою родословную от полубогов важен также также тот факт что сама нанна организовала зачатие шульги в храме энлиля как указывалось выше в период правления урнаму жречество непура впервые было объединено со жречеством другого города в данном случае ура а большинстве событий происходивших шумере и вокруг него мы знаем по царским свиткам по царским табличкам в которых каждый год правление царя отмечался каким-то главным событием наиболее подробные хроники остались отправление шульги поскольку он оставил нам многочисленные длинные короткие надписи в том числе стихотворения и любовные песни разграбив города и захватив пленных захватчики двинулись в обратный путь на этот раз вдоль западного берега реки иордан библейский рассказ об этих сражениях мог бы на этом закончится если бы среди пленников не оказался племянник авраама лот живший в содоме когда беженец из содома сообщил аврааму эту новость тот вооружил рабов своих рожденных в доме его 318 и преследовал неприятелей его кавалерия преследовала противника до самого дамаска где лот был освобожден а награбленное возвращено библия сообщает о поражении кадрла амера и царей бывших с ним исторические хроники дают основания предположить что несмотря на масштаб и ожесточенность войны царей она не смогла воспрепятствовать усилению морду к набу известно что амар син умер в 2039 году до нашей эры причем не от руки врага от укуса скорпиона в 2038 году до нашей эры царский трон занял его брат шу син хроники его 9-летнего правления сообщают о двух военных походах на север но не на запад стратегия царя носила в основном оборонительный характер он рассчитывал на новые участки оборонительной стены призванные защитить от нападений амареев однако оборонительное сооружение с каждым разом отодвигались к центру шумера и территория находившаяся под властью ура продолжала сокращаться к тому времени как на трон взошел следующий последний представитель третьей династии ура и бисин захватчики запада преодолели оборонительную стену и вступили в бой с иностранным легионом ура то есть отрядами эламитов расквартированными на территории шумера во главе нападавших стоял набу его божественный отец мордук ждал в харане рассчитывая вновь вернуть себе вавилон великие боги созванные на экстренное заседание совета одобрили меры навсегда изменившие будущее человечество глава шестая унесенные ветром в основе страхов об исполнении пророчества армагеддона лежит примечание оружие массового уничтожения на ближнем востоке печальный факт состоит в том что четыре тысячи лет назад усиливающийся конфликт между богами они людьми привел к использованию оружия массового уничтожения именно в этом регионе если в истории и можно вспомнить поступок с непредсказуемыми последствиями о котором затем пришлось горко сожалеть то это был именно он ядерное оружие впервые было применено на земле не в 1945 году нашей эры а в 2048 году до нашей эры и это факт они вымысел это судьбоносное событие описано в многочисленных древних текстах которые позволяют реконструировать его и воссоздать контекст ответив на вопросы что как почему и кто в число этих древних источников входит ветхий завет поскольку первый еврейский патриарх авраам был свидетелем этой ужасной катастрофы неудача войны царей которая не помогла покорить мятежные земли лишила уверенности сторонников энлиля и воодушевила последователей мордука но этим дело не ограничилось по приказу энлиля бог не нурта начал спешно строить альтернативный космодром на другом краю земли на территории современного перу древние тексты свидетельствуют что сам энлиль надолго отличался и шумера эти действия богов стали причиной того что вера двух последних шумерских царей шу-сина и иби-сина ослабла и они начали почитать энки в его шумерской цитадели эриду отсутствие богов также привело к ослаблению контроля над иностранным легионом состоявшим из эламитов хрониках того времени упоминается о кощунствах которые совершали эламитские войска недовольство богов и людей росло хочется отметить от себя некоторые мысли боги эти были в самом деле как бы живые существа которые жили в этих городах правили себе в жены человеческих женщин как бы рожали от них детей получается и все такое то есть дело в том что боги эти контролировали это общество человеческое но позже их власть начала ослабляться и более того междоусобицы начали между богами вот этот мордук он как бы революционер такой и контроль терялся в результате чего произошли события о которых пойдет речь дальше особенно гневался мордук для которого дошла весть о грабежах разрушениях и осквернениях святынь в любимом вавилоне связи с этим следует вспомнить что в прошлый раз брат мордука нергал уговорил его мирно покинуть город пока небесное время не наступит в эре овна мордук уступил в обмен на твердое решение нергала что в вавилоне ничего не будет разграблено или осквернено но вышло по-другому мордук пришел в ярость узнав что его храм был поруган недостойными эламитами стаи собак в его храме живут в нем вороны каркают и роняют по мед из хорана он вопрошал великих богов доколе разве время еще не пришло спрашивает он своем автобиографическом пророчестве я божественный мордук великий бог я был изгнан за свои грехи в горах я скитался я скитался по многим странам я прошел от восхода солнца до заката я поднимался на вершины земли хати в земле хати я спрашивал оракула о том троне и о моем владычестве посреди этой страны я вопрошал доколе 24 года в харане я томился продолжал мордук мои годы изгнания окончились время пришло говорит он и направляет свои стопы в вавилон чтобы восстановить свой храм и основать вечную обитель в мечтах он видит как его храм и саг ила храм высокой вершины возвышается над вавилоном подобно горе называет его обещанный мне храм он представляет вавилон вечным городом где правит избранный им царь городом полным веселья и получившим благословение а ну мессианская эпоха пророчествует мордук истребит зло и несчастье принесет материнскую любовь людям 24-летнее пребывание мордука в харане закончилась в 2024 году до нашей эры минуло 72 года после того как мордук согласился оставить вавилон и ждать небесного знамения указывающего что его время пришло обращенная к великим богам мольба мордука доколе не было тщетной поскольку руководители аннунаков постоянно консультировались друг с другом как неформально так и на официальных заседаниях совета обеспокоенный ухудшением ситуации энлиль поспешно вернулся в шумер и с удивлением узнал что дела обстоят плохо даже в самом ни пуре для объяснения неподобающих действий эламитов был вызван не нурта но он возложил всю вину на мордука и набу тогда на совет пригласили набу и перед богами предстал сын своего отца главным обвинителем выступил уту шамаш который описал ужасную ситуацию и сказал что причиной ее стали действия набу защищая отца набу возложил вину на не нурту и вспомнил старое обвинение против нергала по поводу исчезновения приборов слежения существовавших до всемирного потопа и неспособность предотвратить святотатство в вавилоне он ступил в перепалку с нергалом и проявив неуважение к энлилю заявил что тот несправедлив и задумал разрушить вавилон это было неслыханно предъявить обвинение самому верховному правителю затем слово взял энки он встал на сторону своего сына они энлиля в чем обвиняет морду кайнабу вопрошал он особенно досталось его сыну нергалу почему ты не подчиняешься спрашивал энки спор был таким жарким что в конце энки крикнул чтобы нергал не показывался ему на глаза советы богов закончились безрезультатно вот они эти боги они не могут между собой договориться то есть они какие-то там сверхразвитые существа до к согласию не могут прийти у них точно такие же страсти как у обычных людей я так понимаю но все эти дебаты обвинения и встречные обвинения происходили на фоне факта который нельзя было не признать и который мордук считал небесным знамением с течением времени произошел прецессионный сдвиг на один угловой градус эра тельца или зодиакальная эра энлиля приближалась к концу и на небесах вступила в свои права эра овна или эра мордука не нуртон наблюдал за ее наступлением в своем храме и нину влагаша построенным гудео а тот мог подтвердить этот факт при помощи каменных кругов установленных в разных концах земли и люди также знали об этом и тогда нергал обвиненным мордуком и набу изгнаны своим отцом энки поразмыслив задумал применить грозное оружие он не располагал сведениями где именно она спрятана но знал что она находится на земле в каком-то тайном месте согласно тексту известному под каталожным номером ст 16 строки 44 46 где-то в африке в землях его брата гибила те семь орудий в горе они лежат в пещере под землей они хранятся говорится в древнем тексте с точки зрения современной технологии это были 7 возможно ядерных зарядов оттуда устремляется вперед они в сияние а затем от земли до неба от страха все оцепенеют они были доставлены на землю с нибиру и спрятаны в тайнике много лет назад место положения тайника было известно только двум богам энки и энлилю военный совет богов не прислушался к мнению энки и приголосовал за предложение нергала решив наказать мордука боги поддерживали постоянную связь с а ну а ну земле свои слова говорит земля а ну слова произносит а ну дал понять что его одобрение этого беспрецедентного шага ограничивается уничтожением космопорта на синайском полуострове и что ни люди ни боги не должны пострадать а ну господин богов к земле питает жалость говорится в древнем тексте выбрав нергала и ненурту для выполнения этой задачи боги ясно дали понять ограниченность их полномочий но вышло совершенно иначе в силу вступил закон о непредсказуемости последствий что привело к катастрофе после катастрофы в результате которой погибло огромное число людей и был опустошен шумер нергал продиктовал доверенному писцу собственную версию событий в которой пытался оправдать себя этот длинный текст получил название миф об эре потому что в нем нергал назывался эпитетом эра что означает уничтожающие они нурта эпитетом и шум который означает опаляющий дополняя этот текст информации из других шумерских аккадских и библейских источников мы можем восстановить действительный ход событий так например мы узнаем что после принятия решений на совете богов нергал не дожидаясь ненурты поспешил во владение гибила чтобы найти оружие и извлечь его из тайника к своему ужасу ненурта узнал что нергал собирается превысить свои полномочия пока нергал с ненуртой спорили до их нашла вещь что набу не сидит сложа руки набу в великое море вошел занял трон который был не его набу не только привлек на свою сторону западные города но и захватил средиземноморские острова объявив их своим правителем поэтому нергал эра заявил что разрушение космопорта недостаточно необходимо также наказать набу и примкнувшие к нему города запада стерев их с лица земли теперь когда у нергала и ненурты были две цели возникла новая проблема не послужит ли уничтожение космопорта предупреждением набу и его последователям и не успеют ли они спастись бегством решение было найдено боги разделятся и ненурта атакует космопорт а нергал обрушится на соседние города грешников однако ненурта выдвинул дополнительные условия он настаивал чтобы о готовящемся ударе были предупреждены не только анунаки жившие на космических объектах но и некоторые люди но у людей была карта и они знали откуда будет готовиться нападение за шесть часов воитель эра сказал он правого предал ты смерти и не правого предал ты смерти кто перед тобой повинен предал ты смерти тех кто перед тобой и не повинен их ты тоже предал смерти по свидетельству древнего текста эти слова убедили нергала эру и шума речь как еле ему принято однажды утром боги поделив между собой семь ядерных зарядов приступили к исполнению возложенной на них миссии воитель эра ушуму молит слова ушум ступай что ты сказал исполни сохранившиеся тексты сообщает какая цель достигалась каждом из богов ушум к высочайшей горе горе обратился из эпоса гильгамеша нам известно что космопорт располагался за этой горой к высочайшей горе подошел воитель руку занес и разрушил гору то место где а ну с небес спускался они на гибель обрекли с лица земли она исчезла в пустыню превратилась все одним ударом не нурта уничтожил космопорт и все вспомогательные сооружения кстати хочется сказать по этому поводу есть шумерские таблички в которых непосредственно показан этот процесс там вот этот какой-нибудь один из богов держит в руках какой-то странный чемоданчик в правой руке держит какую-то шишку такую до шишкообразный предмет и я так понимаю это есть это оружие тут и говорится что он руку поднял и уничтожил гору далее 3 древний текст описывает действие нергала затем по стопам и шума эра дорогой царей пошел города он разрушил обратил в пустыню его целью были города грешников цари которых заключили союз против царей востока это была равнина к югу от мертвого моря таким образом в 2024 году до нашей эры ядерное оружие было применено на синаиском полуострове и в соседние равнине у берегов мертвого моря в результате перестали существовать космопорт пять городов примечательно но совсем не удивительно что если принять наше объяснение миссии авраама в хана не то библейское описание этого события совпадает с месопотамскими текстами из месопотамских источников мы знаем что охранявшие космопорт анунаки были заранее предупреждены о нападении эти двое нергал и не нурта замыслившие зло заставили стражей отступить боги это место покинули защитники поднялись на вершину небес то есть я так понимаю на каких-то летательных аппаратах эвакуировались месопотамские тексты повторяющие что эти два обратили богу в бедство заставили бежать от огня ничего не говорят о том что было ли передано предупреждение людям жители обреченных городов здесь недостающие подробности нам сообщает библия в книге бытие сообщается что предупреждены были авраам и его племянник лод но не другие жители городов грешников библейский рассказ не только проливает свет на беспорядки сопровождавшие эти события но и содержит подробности о богах и особенно об этих взаимоотношениях с авраамом повествование в главе 18 книги бытия начинается с того что 90-летний авраам сидевший у порога своего шатра возвел очи и вдруг увидел что три мужа стоят против него несмотря на то что в библии они называются анахим то есть мужи их облике было что-то необычное поскольку авраам поспешил выйти из шатра поклонился им до земли и назвал себя их рабом омыл им ноги и предложил поесть как выяснилось это были божественные существа уходя их старшие теперь в тексте прямо говорится что это был господь бог решает открыть аврааму истинную цель путешествия они должны выяснить действительно содом и гамура являются городами грешников и их уничтожение оправдано двое божественных существ направляется в садом а авраам несколько раз обращается к богу с просьбой почти дословно совпадающий со словами месопотамских текстов неужели ты погубишь праведного с нечестивым затем между богом и человеком начинается торг может быть если в этом городе есть 50 праведников неужели ты погубишь не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем спросил авраам услышав что город будет пощажен если в нем найдется 50 праведников авраам спросил что будет если праведников окажется всего 40 а 30 авраам продолжал торговаться пока число праведников ради которых город пощадят не уменьшилось до 10 и пошел господь перестав говорится в рамом авраам же возвратился в свое место два других божественных существа в продолжении рассказа главы 19 называются малахим что в буквальном переводе означает посланник но обычно переводится как ангел вечером прибыли в садом то что случилось садомия подтвердила испорченность жителей города и на рассвете ангелы предупредили лота чтобы он бежал из садома вместе с семьей потому что господь истребит сей город но лот и его близкие попросили чтобы им дали больше времени для бегства и тогда один из ангелов согласился отсрочить бедствие пока вот семьей не укроется в безопасных горах что хочу от себя сказать по этому поводу по библии садом и гамора были городами где были скажем так люди которые занимались конкретным таким грехом там присутствовала скажем так самые древние профессии которые не только были связаны с женщинами но также были связаны и с мужчинами вот но это по библии так в шумерских же текстах говорится что это просто были города которые скажем так выступали против некоторых богов например они были из-за этого мордука но были против остальных богов как это все знакомо до на сегодняшний момент получается возможно что библия переписана в угоду вот этим богам которые возможны до сих пор нами правят они убедили весь мир например в том что вот эти вот города были ну неимоверными грешниками законченными такими грешники что интересно получается так как же это знакомо нам на сегодняшний день и встал авраам рано утром и посмотрел к содому и гаморе и на все пространство окрестности и увидел вот дым поднимающиеся земли как дым из печи аврааму было 99 лет он родился в 2123 году до нашей эры а эти события происходили в 2024 году до нашей эры совпадение месопотамских текстов с библейским рассказом из книги бытия об уничтожении содома и гаморы служит одним из убедительных подтверждений достоверности библии в целом а также статуса и роли авраама тем не менее это доказательство чаще всего отвергается богословами и учеными поскольку такая интерпретация событий предшествующего дня когда три божественных существа навестили авраама очень похоже на историю о древних астронавтах те кто ставил под сомнение свидетельство библии и считал месопотамские тексты мифами стремились объяснить гибель содома и гаморы неким стихийным бедствием хотя в библии дважды указывается уничтожен он был огнем и серой было это не природная катастрофа а заранее спланированное событие которое можно отсрочить и даже отменить в одном случае авраам уговорил бога не уничтожать праведных вместе с неправедными а в другом его племянник лот добился от строчки уничтожения городов на снимках сенайского полуострова сделанных из космоса видна огромная впадина и трещина на том месте где произошел ядерный взрыв земля здесь до сих пор усеяна расколотыми обожженными и почерневшими камнями в которых обнаружено необычайно высокое содержание изотопа урана 235 что по мнению специалистов указывает на внезапный сильный нагрев обусловленный ядерным взрывом уничтожение городу на равнине у мертвого моря привело к опусканию южного берега в результате чего вода хлынула в расположенную на юге плодородную долину и эта часть моря сегодня отделена от остального выступом который получил название эль-лисап или язык запретила дальнейшие работы интересно что соответствующие месопотамские тексты подтверждают топографическое изменение и даже содержит предположение что море стало мертвым в результате ядерной бомбардировки в них говорится что эра взбороздил море нарушив его цельность все что обитало в нем даже крокодилы были умертвлены как оказалось два бога не только уничтожили космопорт и города грешниках в результате ядерных взрывов буря и слой ветер пронесся по небесам началась цепная реакция непредсказуемых последствий исторические хроники свидетельствуют что шумерская цивилизация погибла на шестом году правления в уре и бессина в 2024 году до нашей эры именно в этом году авраам как помнит читатель имел возраст 99 лет первоначально ученые полагали что шумерская столица ур была завоевана вторгшимися в страну варварами однако никаких свидетельств вторжения найдено не было затем был обнаружен текст названный плач о разрушении ура и в немалой степени озадачил ученых в нем оплакивалась не физическое разрушение города а тот факт что его покинули боги и люди храмы дома и овчар не остались нетронутыми но пустыми далее начнется очень интересная информация вскоре были найдены и другие плачи в которых речь уже шла не об одном уре обо всем шумере покровители ура на на и нингаль покинули ур дикий бык энлили вместе со своей супругой нинлили покинули свой любимый храм в непуре нинмах ушла из своего города киша и на на царица эреха оставила эрех не норта бросил свой храм и нину вместе с ним покинул лагаж один за другим покинутыми оставались все шумерские города из них уходили боги люди и животные ученые теряются в догадках что за ужасная катастрофа поразила весь шумер что это могло быть ответ на эту загадку содержится в самих текстах всех их унес ветер это не игра слов и не намек на название знаменитого кинофильма эта фраза повторяется в древних текстах энлиль нинлиль на на и другие боги покинули свои храмы убегая от злого ветра ученые считали что это литературный прием или метафора подчеркивающая скорбь однако эти слова следует понимать буквально шумер и его города были опустошены каким-то ядовитым или опасным ветром в плачах и других текстах сообщается что злой ветер принес беду который не знали люди под воздействием злого ветра города опустили дома опустили стойла опустили это было опустошение они разрушения города стояли целыми но в них никого не было овчар не оставались на месте но были пусты даже вода в реках стала горькой на полях одни сорняки в степях зачахли травы все живое исчезло такой катастрофы люди еще не видели на земле на землю шумера опустилась беда которой люди не знали люди не видели раньше такого от такого никто не спасется злой ветер нес смерть от которой не было спасения смерть что по улицам бродит по дорогам скитается через самые стены высокие через самые толстые стены сочится она как вода никакая дверь ее не удержит и запор не оставит ее через дверь как змея вползает она сквозь щели как ветер внутри залетает кто прятался за дверями умирал в доме кто прятался на крыше умирал на крыше эта смерть была невидимой станет с кем рядом и не видно ее в дом войдет и никто не узнает люди умирали в мучениях мокроты и кашель грудь ослабляли рот наполнялся слюной и пеной сонливость и немота напали на них странное оцепенение страшное мучение головная боль дух тела покидал по мере того как злой ветер сильнее стискивал свои жертв их рты увлажнялись кровью повсюду лежали мертвые и умирающие интересное описание так понимаю это какое-то может быть и радиационное излучение может быть это еще что угодно то есть во время чернобыльской катастрофы вот эта волна скажем так радиации смешанная с ветром и прочее с осадками смешанная с туманами там всякими с влажностью она прошлась очень сильно по многим территориям и кто-то говорил что даже до соединенных штатов америки дошла некоторая волна скажем так радиации тексты ясно указывают что злой ветер который тьму несет из города в город был не природной катастрофой а результатом намеренных действий богов его вызвал великий ураган пущенный а ну решение из сердца энлили злой ветер стал свидетелем одного события порождением единым был порожден вспышкой молнии это событие случилось далеко на западе в горах последние на землю упала она из равнины безжизненной появился он как горький яд богов на земле он родился тот факт что злой ветер является порождением ядерного взрыва в глубине синайского полуострова и на его границе становится очевидным из слов текста объясняющих что боги знали его источник и причину злой удар возвестил губительный вихрь злой удар предшествовал опустошительной буря могучая поросль сына и воители были вестниками бед авторы плача и то есть сами боги оставили яркие описание того что творилось на земле когда не норта и нергал обрушили с небес ужасное оружие они на все четыре стороны земли разлили яркие лучи сжигая все как в пламени вслед за этим мгновенно поднялась буря ураган вспышкой молнии рожденный затем в небе образовалась туча густая что окутала мраком все небо ядерный гриб и подняла ветры и бури яростно рвущее небо этот день навсегда остался в памяти в тот день когда небеса содрогнулись и земля сотряслась по земле вихрь пронесся когда небеса потемнели словно тенью покрытые в день этот злой ветер был рожден хочется от себя добавить что я не думаю что это прям ядерные какие-то боеголовки были и прочее я думаю что это было компактное какое-то устройство подобно тому которое нарисовано на шумерских таблицах в разных текстах сильнейший вихрь приписывается взрыву в месте где возносится и опускаются боги то есть это был результат уничтожения космопорта а не городов грешников именно там посредине гор в свете яркой вспышки в небе поднялась грибовидное облако ядерного взрыва именно оттуда господствующие ветры понесли смертоносное облако на восток по правлению к шумеру где она уничтожила все живое оставив нетронутыми города я так понимаю что возможно что вот этот космопорт так называемый где боги там возносятся и прилетают и улетают дело в том что возможно там были какие-то технологии возможно там стояли какие-то инфраструктуры то есть техника была какая-то то есть возможно эти виман или какие-то корабли возможно на них стояли ядерные реакторы возможно там была сверх какая-то техника такая которая нам непонятно в современное время и они будучи я не знаю то ли неграмотные были эти боги то ли еще то есть они решили взорвать прямо космопорт это то же самое что сейчас взорвать какую-нибудь ядерную станцию да и рассчитывать на то что все будет хорошо на самом деле так вот в чем дело поэтому возможно они были какие-то необразованные эти боги либо они понимали на самом деле риски но вот конкретно в этих текстах и говорится что никто не ожидал такого развития событий сами эти боги сидели своих там городах и скажем так как современное выражение начали да вот и никто не думал что ему придется в скорости эвакуироваться по свидетельству древних текстов ни один из богов за исключением энки который протестовал против применения ужасного оружия и предупреждал о последствиях принимавших решения о ядерном ударе не ожидал такого развития событий большинству богов родились на земле и для них рассказы о ядерных войнах на нибиру оказались бабушкиными сказками энлиль и не норта которые прилетели с нибиру предполагали что ветры если они будут вообще унесут смертоносное облако в пустынную местность в современной аравии на эти вопросы у нас нет удовлетворительного ответа в тексте лишь сообщается что великие боги побледнели увидев силу поднявшиеся бури но как только выяснилось направление сила ветра всем кто находился у него на пути и богам и людям было предписано бежать не оглядываясь паника страх и растерянность охватила шумер и его города после того как прозвучал сигнал тревоги ярко описаны в серии плачей таких как плач по уру плач по разрушению шумера и ура плач по непуру плач по уроку и так далее что касается богов тут действовал принцип каждый сам за себя используя водные воздушные средства передвижения они улепетывали сверкая пятками они стремились уйти с пути злого ветра перед тем как спасаться бегством некоторые боги предупредили и людей в плаче по уру рассказывается как они будили людей посреди ночи вставайте бегите прячьтесь в степи охваченные страхом жители урука бежали но злой ветер все равно настигал их однако картина не везде была одинаковой в столице страны урия наносил отказывался верить что судьба его города предрешена его длинная эмоциональная мольба к отцу энлили с просьбой отвратить катастрофу написано в плаче по уру который был написан нингаль супругой наных но энлиль ясно дает понять что гибель города неизбежно уру было даровано царство но не даровано вечность не желая мириться с неизбежным и бросать жителей ура на на и нингаль решают остаться в городе злой ветер обрушился на ур днем нингаль пишет что от воспоминаний об этом дне его пробирает дрожь в городе поднялся горький плач но бог и богиня отказывались спасаться бегством божественная чета провела кошмарную ночь в термитовом доме подземной комнате в зекурате утром когда смертоносный ветер из города унесся прочь нингаль обнаружила что на на заболел тогда она поспешно облачилась и вместе заболевший на на ушла из ура который они так любили интересный момент то есть боги отказывались уходить из города спрятались где-то в подземной комнате настолько мощное было излучение так понимаю что даже бог этот заболел скажем так они она поспешно облачилась то есть я так понимаю облачилась в защитные костюмы какие-то возможно интересно и покинула город от злого ветра пострадала как минимум еще одно божество это была супруга нинурты бау которая осталась в лагаше любимая людьми богиня была опытным врачом и не могла заставить себя покинуть город плаче рассказывается что в тот день госпожу буря накрыла как простую смертную неизвестно сильно ли пострадала богиня но судя по шумерским хроникам прожила она недолго то есть ее муж взорвал этот космопорт а на нее скажем так обрушилась вот эта буря вот чем дело мозгов конечно вагон и маленькая тележка эриду город энки располагал на крайнем юге страны и оказался на границе области затронутой злым ветром из плача по эриду мы узнаем что жена энки бежала из города подобно птице чтобы скрыться в безопасном убежище в африке сам энки укрылся от смертоносной бури но ушел недалеко чтобы только уйти с пути злого ветра господин остался за пределами города отец энки остался за пределами города судьбу своего города оплакивал он горькими слезами многие люди последовали за энки и расположились в окрестностях эриду на протяжении дня и ночи наблюдали за тем как буря накрывает город меньше всего из главных городов страны пострадал от злого ветра вавилон оказавшиеся за северной окраины смертоносного облака когда прозвучал сигнал тревоги мордук обращается к своему отцу энки спрашивая что мне делать по совету энки мордук предложил населению покинуть город и поспешить на север энки сказал мордуку чтобы тот запретил людям поворачивать назад и оглядываться что кстати в точности соответствует инструкциям ангелов лоту и его семье если по каким-либо причинам кто-то не мог бежать из города энки советовал им спрятаться под землей войдите в комнаты что под землей в темноте благодаря этим советам и направлению ветра вавилон и его жители почти не пострадали злой ветер уходил как мы знаем его отголоски достигли гор эгроз на стоке страны оставляя после себя разорение все пустили города пустые стоят дома мертвые лежали там где упали некому было их хоронить тела их разлагались как жир на солнце на пастбищах скота почти не было видно все живые твари извелись поля иссохли на берегах реки тигр и ефрат лишь чахлые растения росли в болотах поднимались вяло камыши гнилые на корню никто по улицам не ходил никто не бродил по дорогам о дом сина в урягу горько видит твое разорение читаем мы в одном из плачей они нгаль чья земля погибла сердце твое как вода город стал чужим городом что будет с ним дом стал домом слез сердце мое как вода ур и его храмы отданы ветру великая шумерская цивилизация насчитывавшая 2000 лет истории была унесена ветром чтобы разрешить загадку внезапного падения шумера и окада в третьем тысячелетии до нашей эры последнее время к археологам присоединились геологи климатологи и другие специалисты изучающие эту местность направление исследований определила работа международной группы из семи ученых разные специалисты под названием изменение климата и крушение катской империи опубликовали в журнале geology в апреле 2000 года своих исследованиях авторы использовали результаты радиологического и химического анализа слоев пыли того периода образцы которые были взяты и из различных участков дна османского залива они пришли к выводу что необычные климатические изменения в регионах примыкавших к мертвому морю стали причиной пылевых бурь и что пыль необычная атмосферная минеральная пыль разносилась преобладающими ветрами по югу месопотамии вдоль до персидского залива что в точности совпадает с маршрутом шумерского злого ветра радиоуглеродный анализ необычные осадочные пыли показал что она была результатом редкого драматического события случившегося приблизительно 4025 лет назад другими словами это событие произошло приблизительно 4025 лет назад что в точности совпадает с нашими вычислениями дающими 2024 год до нашей эры примечательно что ученые принимавшие участие в исследовании в своем отчете отмечает что что в то время уровень мертвого моря резко понизился примерно на 100 метров они не объясняют причину этого явления но совершенно очевидно что произошло описанное нами опускание южного берега и затопление равнины номер научного журнала science от 27 апреля 2001 года посвящен палеоклиматическим исследованиям в разделе посвященным событиям в месопотамии приводятся данные из ирака кувейта и сирии свидетельствующие что опустошение альвеальные равнины между реками тигр и ефрат произошло из-за пылевых бурь случившихся более 4000 лет назад в исследовании никак не объясняется причина внезапных климатических изменений но приводится та же дата за 4025 лет до 2001 года нашей эры современная наука подтверждает что этим судьбоносным годом был 2024 год до нашей эры